Здравствуйте! С вами Алена Пескова. Сегодня сделаем удивительную композицию дерева из орешника и искусственных роз. Запасайтесь алебастром, строительными стяжками, пластиковым кашпо и белой аэрозольной краской. Сегодня я сделаю композицию из веток лещины и искусственных цветов. Основой композиции будут ветки лещины. Это декоративная форма орешника. Как видите, у него такие изогнутые веточки. Чтобы не терять время, я заранее покрасила их белый цвет при помощи обыкновенной аэрозольной краски. Вы можете наглядно увидеть, какая получилась разница. Ветка была коричневая, а ветка стала белая. Теперь эти белые ветки мне нужно обрезать. Сразу скажу, что я буду делать дерево. Поэтому мне нужно из этих веток сделать ствол и сделать крону. Я отрезаю ветки примерно на такую высоту. Это будет ствол дерева. Кстати, в тот момент, когда вы красите ветки, желательно сразу же покрасить горшок, в котором у вас впоследствии будет находиться дерево. Я взяла обыкновенный пластиковый горшок, как видите, он раньше был коричневого цвета, и покрасила его в белый при помощи той же самой аэрозольной краски. С ветками орешника работать не очень просто. Так как они имеют очень курчавую такую структуру и вечно путаются между собой. Поэтому нужно быть очень осторожными, для того, чтобы не сломать самые тоненькие и самые красивые веточки. Ну вот, я заготовила ветки для ствола. Это пока откладываем в сторону. Это понадобится позже. Теперь начинаем изготавливать ствол. Я беру горшок и начинаю соединять вот эти вот веточки между собой, так, чтобы получилось как будто единое целое. Нужно подбирать их по конфигурации, так, чтобы они как-то держались, соприкасались друг с другом, не сильно торчали. Нижняя часть последствий будет находиться внутри горшка, поэтому не нужно делать так, чтобы она была слишком широкой. Нам нужно, чтобы она влезла в горшок. Ну, остались самые корявые ветки. Наверное, их я использовать не смогу. Вот. А то, что получилось, мне нужно закрепить при помощи строительных стяжек. Так. Скрепляю их посередине для того, чтобы было удобнее потом закреплять снизу и сверху, так как ветки все рассыпаются в руках. Так. И теперь нужно как-то скрепить их нижней части. В верхней части можно постараться скрепить их хотя бы по несколько штук. В крайнем случае, потом лишние стяжки можно будет удалить, если конструкция будет держаться достаточно крепко. Кустики стяжек я, естественно, отрезаю. Ну вот, ствол и готов. Все-таки он не очень влезает в горшок, поэтому кончики можно обрезать. О, теперь в самый раз. Эти ветки можно будет сохранить, возможно, они пригодятся в следующий раз для какой-нибудь другой композиции. Сохранила. Теперь переходим к ответственной части мероприятия. Нужно залить получившийся ствол раствором алебастра для того, чтобы утяжелить нижнюю часть конструкции и сделать ее прочной. Поэтому берем алебастер, строительный гипс и засыпаем. Альбастер нужно смешивать с водой в соотношении один к одному. Поэтому насыпаем его с таким расчетом, что точно такую же часть займет вода. И еще какую-то часть займет ствол. И затерливаем за 8 минут. Поэтому у нас как раз будет время для того, чтобы установить ствол дерева. И нам не придется слишком долго ждать. Заливаю водой. И размешиваю. Когда гипс начинает схватываться, это происходит где-то через 4 минуты. Опускаем туда ствол дерева. И оставляем, чтобы он немного подсох. Ровнять гипс не обязательно, так как сверху еще будет декоративная цыпка. Поэтому нам не важно, как он будет выглядеть в данный момент. Гипс затвердел довольно быстро. Поэтому можно продолжить. Я беру оставшиеся ветки. И начиная по отдельности закреплять их, создавая тем самым крону. Будущего дерева. Мне предстоит сложная задача распутать все вот эти вот кудрявые ветки. Закрепляю ветки также при помощи стяжек. На этот раз уже меньшего размера. Нужно стараться делать так, чтобы стяжек было наименьшее количество. Чтобы они не смущали зрителя. Но в то же время, чтобы в конструкции держалось достаточно прочно. Хвостики лучше сразу отрезать. Так как потом подлезть в некоторые места будет достаточно проблематично. И осталась последняя веточка. Ну вот и готова основная часть композиции. Теперь переходим к следующей части. Я решила наклеить на это дерево искусственные цветы. Мне пришлось запастись вот такими вот искусственными розочками. Цветы могут быть любые, какие вам нравятся, какие подойдут по цвету. И вот такие бархатистые розы. Основание цветка сделано из проволоки. Мне нужно будет удалить вот эту часть, чтобы приклеить цветок ровно вот в этом месте. Для этого нужно закрепить проволоку у основания, чтобы цветок не рассыпался. Для этого воспользуюсь горячим клеем. Требуется буквально капелька клея. Немножечко подождать. Можно сразу подготовить все цветы. После того, как клей засохнет, нужно воспользоваться кусачками. И удалить черенок цветка. Аккуратно расправляем цветы и приклеиваем их на дерево. Цветов у меня не очень много, поэтому нужно постараться распределить их как можно более равномерно по дереву. Чтобы хватило со всех сторон. Теперь я хочу добавить на ветки дерева некоторое количество жемчужин белого цвета. Наклеиваю их довольно спонтанно, но в то же время не забывая закрывать срезы веток. Там, где у нас виден срез древесины, лучше приклеить бусинку. Также бусинки можно приклеивать на места, где видно стяжки. Они будут отвлекать немножечко внимания на себя. Здесь у нас довольно-таки некрасивый гипс. Я предлагаю засыпать его какой-нибудь красивой отсыпкой. У меня есть вот такие вот замечательные жемчужины. Вот, но их мало, поэтому мне придется как-то поднять уровень вот этого гипса. Небольшие кусочки белого синтепона, они как раз у нас создадут отличный фон. Теперь просто засыпаем вот этими красивыми камушками. Ну и теперь осталось практически такое же почетное, как перерезание ленточки. Перерезаем вот здесь вот лишние стяжки. Теперь они нам ни к чему, у нас все держит гипс. И дерево готово. Оп, посмотрите, какая красота получилась. Причем вы же можете сделать его любого цвета и с любыми цветами. Такими, каким вам нравится и которые подходят под ваш интерьер. Если какие-то детали программы остались для вас непонятными, заходите в мой блог на нашем сайте www.zagorodifestv.ru и задавайте вопросы. Я обязательно отвечу. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»